С самого раннего детства мы слышим язык наших родителей. Он открывает нам мир, на нём мы учимся чувствовать и думать. Язык формирует наш психологический портрет, наш внутренний мир, наш менталитет. Носителей абхазо-адыгского проязыка застали античные авторы ещё в начале I века н.э. Это были наши предки Аббасги, Апсилы, Саниги, Месимяне. Все путешественники, посетившие Абхазию ещё в древние времена, фиксируют в своих записях абхазские слова, которые мы произносим в своей речи и сегодня. В древе языков мира абхазский язык отходит по сино-кавказской ветке в абхазо-адыгскую группу. Сюда входят абхазы, абазины, убыхи, адыгейцы, кабардинцы. Абхазия Абхазия Сатана-Игбаша, Алапа гацхадат. Сатана-Игбаша, Алапа гацкадат. Арахошкуа, Аллахун, Далапа ва, Дала гадат. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Язык сам по себе Он закрытый Он не всем открывается Он уникален этим тоже Если с детства не взять Не выучить этот язык Он закрывается Он должен с рождения Ребенок этот язык Должен слышать С момента первого вздоха Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Когда смотришь на тамги абхазов Возникает ощущение очень древней забытой письменности О том, что у абазга Все-таки была письменность Мы находим подтверждение В некоторых исторических источниках В 1952 году при строительстве Сухумской набережной была найдена керамическая плитка с псевдоиероглифическим письмом, которое было расшифровано профессором Турчаниновым с помощью современного абхазского языка А в 1960 году в Майкопе был найден камень с надписью, тоже расшифрованный через абхазский язык В научной среде эти открытия Турчанинова некоторыми учеными оспариваются Одним словом, абхазский язык ждет своих профессиональных исследователей Лингвист мирового уровня Николай Мар, исследуя армяно-грузинские языки в свете своей ефетической теории, пришел к изучению абхазского языка и назвал его исключительным явлением в семье других языков Абхазский язык в настоящем своем состоянии представляет строй речи, систему более архаичную, чем язык шумерских пленописных надписей, имеющих сейчас изначальную дату почти 6000 лет Абхазский язык лингвистически стоит на одной из самых высоких ступеней развития человеческой речи Николай Мар В трудные, труднейшие времена, еще в начале 20 века, когда у нас почти не было никаких возможностей Дмитрий Гулия, Юак Огоня, Самсон Чанба, Михаил Лакербай, Владимир Агарба Вот эта плеяда наших писателей, она смогла создать литературу у других народов, чтобы создать литературу тысячелетия, да, предшествовало всему этому А они, эти молодые люди, одержимые национальной идеей, энергичные, создали за 15-20 лет профессиональную литературу До русско-кавказской войны 1864 года, до массового насильственного выселения абхазов в Турцию, на абхазском языке говорило, почти все население Абхазии От региона реки Сочи-Пста до реки Ингур К концу 19 века Абхазия лишилась около 60% своего коренного населения Опустевшие территории заселялись людьми других национальностей Так Абхазия из моноэтнической превратилась в полиэтническую страну Именно в этот период начались репрессии и против абхазского языка Обучение и в абхазских школах стали проводить на грузинском языке, непонятном большинству абхазов Многие абхазские школы были закрыты, прекращены передачи абхазского радио Заменены исторические названия мест на вновь придуманные грузинские И только после смерти Сталина абхазские школы были вновь открыты Старшее поколение хорошо помнит это время Я могла учиться в русской школе Все абхазцы, которые жили здесь, они хоть русскую школу кончали Так что мы не имели представления ни об абхазском языке, ни об абхазской литературе Это был период застоя, период застоя Как переехали грузины, сняли наших абхазских учителей, назначили нам грузинские учителя Вот Валентина одна грузинка была моя учительница Она все время объясняла, говорила, 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 мы ничего не понимали И так мы, не понимав ничего, зубрили задание И так вот я лично о себе буду говорить Я закончила 9 классов на грузинском языке Это такая форма, изощренная форма геноцида По-моему, я не знаю Вообще надо изучить мировой опыт Был ли где-нибудь применен вот такой Такая форма Когда не убивая, не истребляя народ физически Вынимают из него один язык И берут и вставляют в него язык другой Достижение Абхазии независимости Это здесь очень положительный фактор для развития абхазского языка Ну, до уровня вымирающего он никогда не доходил Но, тем не менее, конечно, он очень сильно вытеснялся и русским, и особенно грузинским Абхазский лингвист Вячеслав Чирикба Еще в 2009 году написал аналитический доклад Разработал целую программу по развитию абхазского языка в перспективе Однако эта научная разработка осталась без внимания общественности То есть я знаю, как языки, в общем-то, зарождаются и как языки умирают Не хочется говорить абхазском языке, который подвергается угрозе исчезновения Все-таки тенденции очень неблагоприятные, прямо скажем, неблагоприятные Мы сами можем пройти по городу, увидеть, как молодежь говорит на русском языке Прекрасно, что знает русский язык Великий язык, великая культура, великая страна Но это не означает, что надо забыть свой родной язык Почему мы, зная даже свой язык, многие говорят на русском Это переболели этой голоманией наши братья русские еще в прошлом веке Французским были увлечены, голомания такая была Неужели надо то, от чего отказались другие народы Поняв, что этот космополитизм ни к чему хорошему не приводит Мы должны повторять ошибки других народов Вот по результатам исследования Крауса Из 6 тысяч языков, насчитывающихся в мире 3 тысячи будут исчезать постепенно И вот хотим мы этого или не хотим Многие кавказские языки, в том числе и абхазский язык Тоже подлежит исчезновению Мне очень больно произносить эти слова Но судя по тому, как идут процессы Если их немножко не остановить, это произойдет, к сожалению Скажем, прогнозировали, что многие языки исчезнут в Европе Например, кандидатами на вымирание в 19 веке Сейчас точно же трудно представить Считали чешский, хорватский и славянский Поскольку тогда это все входило в состав Австро-Венгерской империи И казалось, что все эти языки исчезнут Будут вытеснены немецким Но карта Европы изменилась И все эти языки сейчас уже стали государственными И, конечно, им сейчас вымирание не грозит Вот сейчас в Хакасии у нас наблюдается Что в Хакасии это национальная республика Значит, язык хакасский-тюркский Он государственный язык На нем существует литература, кино, театр Очень хороший, кстати, театр в Абакане Все равно владение этим языком постоянно падает Вымывается хакасская лексика Уже человек в магазине Даже он, допустим, будет по-хакасски разговаривать Все равно все предметы, которые он будет покупать Там продавец ему продавать Будут называться по-русски Все это будет встроено как-то в хакасское предложение Получается такой макронический язык В общем, а это уже шаг к умиранию языка на самом деле На севере России живет малочисленное племя манси Постепенное исчезновение традиционного хозяйства Оленеводства, рыболовства, охоты Привело к постепенному исчезновению мансийского языка А нефтяные разработки привлекли в республику Большое количество иноязычных людей С одной стороны, цивилизация принесла им материальные блага Но с другой стороны, идет исчезновение их родного мансийского языка Количество носителей хантыйского языка Я думаю, что с каждым годом все становится меньше В этом году только один ученик поступил Который знает хантыйский язык В связи с тем, что язык не стал употребляться дома, в семье Он стал исчезать Пойдет? Пойдет на улицу? Я первая Ты первая будешь на улице? Да Но для меня, для многих, очень больно, когда уходит язык традиции Мы забываем своих родителей Мы забываем свою историю Мы становимся людьми, которые не знают своих корней А русский язык или новую цивилизацию мы не усвоили И мы оказались между двумя цивилизациями Цивилизация родной и цивилизация европейская И мы оказались никем и не можем себя защитить Вымирание языков происходит быстрее, чем вымирание растений и животных Утверждают ученые и бьют в набат Они утверждают, что здоровые языки – это те, на которых говорят дети Если дети понимают, но сами уже не говорят, это первый звонок Если же говорят только старики, то это, скорее всего, конец Переключение на другой язык происходит тогда, когда более престижен язык большинства И на этой стадии мы получаем полуносители языка В Абхазии этот процесс уже давно идет Люди говорят на абхазском в перемешку с русским языком Я назвал этот процесс самоубийство родного языка То, что мы сознательно наблюдаем за исчезнением своего языка В Турции очень много кавказцев, абхазов, черкесов Но большинство из них не передают свой язык детям Они знают язык блестяще, прекрасно, иногда лучше нас И тем не менее, он им уже не нужен Интересным примером возрождения абсолютно мертвого языка Является язык Израиля – иврит Этот древний язык использовали на протяжении веков только еврейские жрецы И в качестве языка культа Но после основания в 1948 году государство Израиль Ивриту стали обучать в школах Сейчас на нем говорит 6 миллионов человек И все, кто приезжает в Израиль жить, вынуждены его изучить Так наш сухумчанин Давид Аганезов, переехав в Израиль на постоянное жительство Уже в совершенстве владеет ивритом Первые поселенцы, которые приехали туда, даже те, которые уже там жили, они сказали, что есть один язык И дело производства, и все, что происходит в стране, будет на иврите Хотите – учите, не хотите – не учите Тогда вам нет места, вы не адаптируетесь в этой среде Вам нужно трансформироваться, вам нужно вжиться в эту среду Я не еврей, я православный христианин Но так получилось, что я женат на еврейке И я живу там Нужно уважать традиции любого народа, куда ты попадаешь И чтобы их знать и уважать, по крайней мере, хотя бы ознакомиться с ними Нужно выучить этот язык Человеческий лексикон, которым мы пользуемся ежедневно Это полторы тысячи слов Человек более развитый и, скажем, занимающийся интеллектуальным трудом Его словарный запас ограничивается тремя тысячами слов Мы можем запоминать в день минимум десять слов Это минимум Это не напрягаясь, каждый человек может выписать себе на бумажку десять слов И положить их в карман Апсна хунткарра ямуп атурух традицийку Абатпи ажа батпи ашишуқсызы Апсны ахра аман Уи ахагылын леониды ар династия Ажа хатпи азишты ашишуқсызы Апсны асхала ихо ахран Яхагылын чачба шервашидзе ар династия Абризиги қалайша амамыз Ахинткаррад біс жады Апсу біс жады Вот у нас как-то принято считать, что культура народа — это танцы, это песни, это театр и так далее, но это далеко не так Язык и культура, они как два звена, которые идут вместе, если отомрет язык, отмирает национальная культура тоже Если у нас не будет родного языка, если он исчезнет, у нас не будет государства, которое будет называться Абхазия Детские сады тоже играют огромную роль А в детских садах, на мой взгляд, надо будет создавать тоже условия воспитателям Они должны иметь учебные принадлежности, наглядные пособия, разработки методические должны они иметь И, конечно, я считаю нужным, чтобы они могли в год хотя бы один раз проходить курсы усовершенствования учителей Сухумская Абхазская школа номер один сформировалась сравнительно недавно — в 1999 году Однако здесь учатся уже 600 детей А прославилась она в городе Сухум тем, что и в классах, и в коридорах, на переменах звучит абхазская речь Этому способствуют все учителя и в первую очередь директор Людмила Родионовна Атлиба И хотя школа абхазская, здесь учатся дети разных национальностей — русские, армяне, украинцы, латыши и другие Ну я как руководитель школы, школы абхазской, считаю, что школа должна быть как вот абхазская семья Хорошая традиционная семья, где чтут все наши традиции абхазские и где вся семья говорит на родном абхазском языке Да, определенная часть детей абхазских приходит в школу, не зная родной язык Но отговаривать или ругать родителей, что вот ваши дети не знают, мы не принимаем их в абхазскую школу Мы тоже не можем Мы этим самым, наоборот, отдалим их от изучения абхазского языка и от абхазской среды тоже Методика наша вот в начальной школе, они же попадают в начальную школу сначала Рассчитана на детей, которые уже знают, говорят и думают на родном языке А для тех, кто слабо знает или вообще не знает, учитель сам находит какие-то способы его обучения, для них ничего специально нет Если ребенок дома не слышит язык, в садике не слышит язык, в школе мы тут как иностранный язык изучать не можем У нас здесь программы, мы по программе занимаемся, а ребенок, не владеющий языком Ему, конечно, очень трудно, если мы хотим научить детей, не владеющих, учебники надо обязательно пересмотреть Мы все учителя, говорим одно и то же Если трудный текст, ребенок не понял, не осилил, что дальше требовать с него? Я не говорю, надо упростить до такой степени, чтобы совсем было легко, но немножко адаптировать тексты Адаптировать Наверное, все-таки, если детей будет больше, которые не знают родной язык, нужно создавать группы Вот поделить один класс, где 25 детей, на уроке абхазского языка взять еще одного учителя Те дети, которые не знают язык, уходят в другой класс и занимаются по адаптированным текстам Это надо начинать с первого класса Конечно, классы нужно делить Но тогда мы упираемся и в помещение, и в количество людей, которые должны преподавать И в расписание, которое очень сложно формировать Но все равно это возможно делать Мы могли бы действительно, разбив класс, допустим, на две или три группы В зависимости от того, какого рода уровень знаний у детей Действительно заметить успехи тех, кто с нуля начал изучать И тех, кто серьезно продвинулся в знании абхазского языка И, соответственно, на каждом из этих уровней Это должны быть специальные программы, конечно И их можно разработать Но просто это должна быть пересмотрена система образования Да вот не вся, не всего образования, я говорю, а в области изучения абхазского языка Как утверждают учителя абхазских школ Учебники по родному языку составлены по старым методикам Переиздаются один раз в 3-5 лет По стандартам они должны издаваться каждый год Оформлены они в черно-белой гамме Без красочных иллюстраций Когда время подсказывает нам о том, что нужно менять Потому что надо по-другому подходить к обучению абхазского языка Сейчас очень много, множество таких практик, методик в мире Коммуникативное направление Есть другие направления Интерактивная методика Есть активные методы при изучении абхазского языка Здесь очень важно, хочу отметить, мотивация ученика Ну почему у нас люди 11 лет в школе изучают язык И в конечном итоге не говорят, когда заканчивают школу Вот что надо сделать? Ну тогда ответ очень простой Дело в методиках Значит не так учим Вот и все Я думаю, что нам необходимо все-таки познакомиться с мировым опытом Поддержкой таких малочисленных языков Потому что сами по себе эти методики у нас, которые есть Они уже устарели Они уже, ну их уже Я думаю, нужно уже менять методики И переходить к более современным Более интенсивным Более интерактивным Для того, чтобы дети активно изучали родной язык Мир далеко ушел вперед В плане методики, технологии обучения Надо просто изучить мировой опыт Я совершенно уверен Узять, поехать, скажем, в Каталонию Это возможно Поехать в Каталонию, изучить опыт Или пригласить сюда какого-нибудь специалиста Или, скажем, поехать в Басконию Какие у них учебники Прекрасные просто любого смотреть Для детей Многочисленные, ярко, хорошо иллюстрированные Если мы говорим о состоянии языка сегодня Мы говорим о том, что его плохо изучают в школе Так почему же мы не обращаем внимание на то Как они издаются, в каком они состоянии Почему наши дети не хотят его изучать Это не потому, что он труден Что его невозможно изучить Нет, абсолютно Просто надо очень хорошо подумать над тем Вот по какой программе дети будут изучать В каком виде эти учебники И, конечно, хорошо подготовленные педагоги должны быть Чтобы ребенок с удовольствием приходил и в детский садик И в школу Чтобы ему было приятно общаться и с педагогом И учиться по этой книжке Мы столько говорим о том, что это нужно делать Вот я сейчас просто не буду повторяться И говорить о том, как важно знать родной язык Это все правда Это все очень важно Но я бы ни в коем случае не упоминала Вот эту вот формулу, которую наши педагоги Действительно произносят всегда Это так сложно Вот язык такой сложный Но это говорит только об одном Что язык древний Патриархальный Патриархальные языки изучаются Абхазский язык, я думаю, можно за 6 месяцев Курсов более или менее выучить Можно, конечно, годы и дальше продолжать Это надо, как любой язык Все время работать над собой, над языком Не сложен китайский язык, например Ну, очень сложен Ну, что его не изучают? Но его изучают Что самое интересное, изучают, допустим, в России Изучают И никто не говорит здесь о среде Какая среда в России китайская есть? Ну, изучают и на выходе говорят В городском парке Сухума часто прогуливается Вместе со своими родителями Маленькая девочка по имени Амира Необычность этого ребенка заключается в том, что она в совершенстве Владеет абхазским и абхазинскими языками С мамой она говорит на абхазском, а с папой на абазинском Ее родители считают, что русскому языку они научат ее позднее Когда она пойдет в садик или в школу А пока она с упоением рассказывает абхазские сказки своим сверстникам Ихан нанука кэда дуга кэ Урт ахучкара матамэд рыхал инхон Чинак а нанука ахтай елзун Ах чия пылчан елзит Айба чия пылчан выгелзит Ах па чия пылчан зара Лхану, тшет Айба чия пылчан Айба чия пылчан Язык обладает еще и свойствами самосохранения тоже Допустим, последние две тысячи лет Какие страшные катаклизмы в Абхазии происходили Войны за это прекрасное побережье Здесь кто только не был, с кем только не воевали предки наши Но язык-то сохранили в этих страшных условиях, когда языки навязывались Здесь говорят на 130 языках шла торговля Пишут же вот эти древнегреческие авторы, переводчики, толмачи Все работали, но в этом многоголосии языков И не погиб язык, значит он обладает каким-то великим таким свойством самосохранения, что он не исчез Указом первого президента Республики Абхазии Владислава Ардзенба в 2001 году был создан Фонд развития абхазского языка Который в течение уже 12 лет проводит разработки для невладеющих абхазским языком Реализует проекты по развитию и пропаганде абхазского языка Проводит дубляж мультфильмов и фильмов Здесь при минимальном бюджете ухитряются издавать детскую литературу, работает переводческая группа Издали абхазо-турецкий словарь, готовится абхазо-арабский Готова к изданию детская энциклопедия в 600 страниц для дошкольников За годы существования Фондом распространены бесплатно в садики, школы и библиотеки более 65 тысяч книг Когда стало известно, что в Турции законом разрешено изучение родного языка В Фонде разработали методику преподавания абхазского языка для диаспоры У нас издан учебник впервые для тех, кто не знает абхазский язык Это учебное пособие для всех уникальное, универсальное И телевизионные уроки первый этап, а учебник это второй этап И вот сейчас идет работа опять над третьим этапом Но мы должны бить во все колокола Конечно, обязательно достучаться до каждого человека До каждого родителя, ребенка, до каждого человека, от которого зависит это Но я чувствую, что у этого языка, уникального, богатого, есть большие возможности, внутренние возможности Мы в душе своей, даже люди, которые у нас не говорят на абхазском, остаются абхазами Потому что это генетика, это в нас заложено У нас другое горло, у нас другое ухо, у нас другое глаз Ведь все народы одинаково не слышат звуки и произносят не одинаково, правда же? Если мы все это потеряем, мы потеряли свою самость, потеряли свое «я» Многие языки исчезли вот на глазах Я не хотел бы, когда говорят некоторые, что вот убыхи, они потеряли язык, но, мол, память о народе осталась И что некоторые убыхи есть Да, они есть, это наши братья, кровные, генетически родственные Но мне жалко их, они же не говорят на своем языке А тогда нет языка, когда есть и нет национальной культуры Уже создать государственность или там свою этническую идентичность подчеркнуть бывает невозможно Без языка все теряет смысл Язык – это средство коммуникации И чтобы полноценно существовать, он должен функционировать по всему периметру государственной жизни В любом ином, даже очень щадящем режиме, он деградирует и вымирает Зураб Ачба В Сухуме пять книжных магазинов Издаваемая в наше время литература поражает своим качественным исполнением Есть полки с абхазской литературой Но, как уверили нас продавцы, она практически не раскупается А то, что имела бы спрос, не продается Допустим, у нас нет популярных изданий по истории Абхазии Даже о войне, что-то вот такое, окраеведческая литература, картографическая литература Литература энциклопедического характера об Абхазии Очень мало таких книг, законодательных актов Начиная с Конституции Республики Абхазии На протяжении 15 лет в Сухуме работает детскообразовательное учреждение «Сухумский дом юношества» Одной из главных секций СДЮ является секция абхазского языка Здесь дети в игровой форме интерактивными методиками учат абхазский язык и очень успешно Мы когда-то подготовили такое практическое лото, пособие для изучения абхазского языка Оно нам очень помогает Там в картинках дана вот такая вот базовая лексика, элементарная Вот та, которая нужна для тех, кто начинает изучать язык Мы подключаем разные виды памяти И, соответственно, при помощи вот этих вот картинок мы изучаем лексику У нас в школе Альфа учителям созданы условия для совершенствования методики преподавания абхазского языка Как для владеющих, так и для невладеющих На сегодняшний день у нас опробировано и подготовлено к печати и издано Около 16 видов работ Я считаю, что это уникальный материал именно потому, что он создан учителями-практиками Но, к сожалению, это работает только в нашей школе Государство не может или не хочет замечать то, что уже наработано 14 ноября 2007 года парламентом Республики Абхазия был принят закон о государственном языке Наше общество возлагало большие надежды на реализацию этого важного для Абхазии закона Каковы же его результаты? В целом, если вот смотреть, интерес к языку, к государственному языку все же наблюдается Но, тем не менее, сказать, что закон полностью работает, мы не можем, к сожалению Не было контроля за исполнением, не было ответственности за неисполнение То есть те министерства, которые провалили этот закон, которые не выполнили ни одного из пунктов программы этого закона Ничего с этого им не стало Просто они сказали, что вот сейчас, когда вот в 19-м год наступит, мы скажем, что закон не реализуем, он слишком радикальный, и все А это является поражением Я не могу сказать, что он остается полностью на бумаге Ну, конечно, какие-то вопросы, которые там рассмотрены, которые там ставятся, они как-то внедряются в жизнь Но это идет очень медленно, и не совсем это продумано И если бы мы следовали буквы этого закона, мы бы уже очень многое сделали ради сохранения языка Но мы элементарных вещей тоже не делаем Что можно сделать для этого? Для этого надо опять положить перед собой этот закон, посмотреть с самого начала, что нами сделано, что не сделано И по чьей вине это не делается Каждый закон должен сопровождаться бюджетом, подсчитав каждый пункт, сколько потребует Потому что я знаю, что там определенные сроки обозначены, но как и сколько средств должно быть затрачено на подготовку реализации этого пункта Вот это не продумано, не просчитано Я считаю, что мы такой роскоши себе не должны были позволять Я думаю, что государство, которое у нас есть, это очень мощный инструмент диалогического воздействия Оно должно взять на себя эту программу полностью, от начала до конца, и ее провести в жизни Пока никакого интереса у нас в обществе к этому Вот я не вижу, извините, пожалуйста, если кого-то обижу, интереса нет особенного Необходимо готовить новую программу на долгосрочный период, 10-15 лет Сделать так, чтобы была комиссия специальная, которая будет государственная комиссия на очень высоком уровне Которая будет отслеживать реализацию этапов этой программы Иначе она опять повиснет в воздухе Продолжение следует... Продолжение следует... Ари аштач ауб апсуа ахча рахтанра ахиғыз. Аштактаны и снагекулын и пшо ацла. Абри ацла амцан и зарта сирымын апсуа ажлар. Эйдэру ом ашара изкі ай-ши хан живь башуқсазы апсуа аسم хавюгызлар лэхнаштатіся ныргунамцзарапурхуын. ś я Auch ичьі рfta сиры дырү ажж коуғаза Ґусман Шамба үсад кіне разына бешне абсуа шъя рат шаажун. Я рада химз үзат саач садо атредь жыманч ай-шамд арчыры бсақтадып сақыд. Мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что мы не можем сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Денис Чачхалия, пишущий и на русском, и на абхазском языках, признался нам, что не знал до восьми лет свой родной язык из-за того, что ходил в русскую школу. Чтобы исправить ситуацию, его отец, известный писатель Киршал Чачхалия, читал ему по утрам стихи и поэмы на абхазском языке. Не додавая ребенку вот такое, как вам сказать, живительное, жизни необходимое, как родной язык, мы берем на себя очень большую ответственность. Мы недооцениваем, что наши же дети будут нас судить, потому что человек с годами мудреет, и он понимает, что, может быть, лучше у него была бы рука вывернута, не было бы ноги. Но вот это главная связь со всеми своими предками. Когда человек не знает родной язык, у него нет чувства потери пока, долго не будет этого чувства. И он может уверенно говорить, что он абхазец, он большой патриот, он создает национальную культуру, формирует ее, дальше продвигает. Но это немножко заблуждение, потому что со временем вот та вот тонкая нить, которая находится только внутри родного языка, прерывается нить. И в результате человек вдруг может сам даже внутренне начать чувствовать, что он как будто чужой в этом сообществе. Это, может быть, не сразу возникает, но со временем это будет очень большая боль для него. Каждая мать, каждая семья должна дать этот язык, как Божий дар передать своему ребенку. И знать, что это единственная защита, чтобы чувствовать себя на этой земле полноценным, полноправным хозяином. После Отечественной войны 92-93 годов произошла внутренняя миграция населения, когда сельские жители стали покидать родные очаги и обосновываться в городах Абхазии. В городской среде абхазский язык перестал быть доминирующим. Источник абхазского языка – это наше село. Несмотря на все тяготы и невзгоды, здесь всегда кипела жизнь. Быт крестьянина был ровный и размеренный. Он сеял, пахал, собирал урожай. Защищал свою землю от захватчиков и снова работал. И так продолжалось столетиями. Возрождение абхазского села – одна из главных задач нашего народа. И для этого необходима развитая инфраструктура села. Новые дороги, детские сады, средние школы, медицинские учреждения. Открытие мелкого производства помогло бы обеспечить работой сельчан. Абхазское село является естественным заповедником для развития языка и культуры. Если будет процветать село, то абхазскому языку ничего не будет угрожать. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа. Здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазов мощен и полногласен. Изобилует верхние и нижние горданными слитными звуками. «Академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару». Осип Мандельштам Сегодня на абхазский язык переведены лучшие произведения мировой литературы. Абхазский язык звучит в стенах Кремля. Знаете, когда читают Евгения Онегина на абхазском языке, с таким выражением. И самое приятное, что ведь понятно, что читают. Перевода не надо. Как трогательно и гармонично звучит абхазская песня в устах оперных певцов корейской капеллы под руководством Нудара Чанба. «Академии для изучения группы кавказских языков» Что же делать для того, чтобы абхазский язык полновластно повсюду звучал, чтобы он стал престижным языком и перешел из разряда исчезающих в разряд процветающих? Во многих странах существует такая практика. Учреждение заказывает для своих сотрудников курсы, и преподаватель приходит в учреждение. Это может быть обеденный перерыв, то есть человек тратит свое личное время. Это может быть время, которое учреждение выделяет специально для изучения абхазского языка. Но здесь вот важна мотивация людей, которые должны понимать, что это очень нужно делать прямо сегодня и сейчас. И вот туда приходят специалисты, и на протяжении часа они прямо в учреждении преподают абхазский язык. Это же реально? Вполне. Вот мы знаем, что в прибалтийских странах стояла тоже проблема сохранения и развития языка, и они просто наполнились курсами, с различными методиками, интерактивными и другими. Где у нас курсы? Очень, если есть, так сказать, то их невероятно мало, недостаточно. Жизнеспособность языка, его кровообращение заключается только в том, чтобы говорить на нем. Пусть даже плохо, но на обыденном языке, на бытовом, если человек говорит, то он уже изнутри какие-то импульсы, они все будут подталкивать человека к тому, чтобы глубже вникнуть в язык, глубже изучить. Когда стояла такая проблема возрождения даже языка, который в еще худшем положении находился, басковского языка, очень большую роль сыграли народные театры, в которых участвовали взрослые, которые разучивали, и меценаты. Они стали, так сказать, поддерживать молодых авторов, писателей, которые стали писать пьесы, создавались новые площадки. И это было вот такое народное движение. Мне кажется, мы могли бы подумать именно о таком подъеме. У нас, у абхазов, любовь к родине почему-то чаще всего связывается с территорией. Вот от Псоу до Игры мы эту территорию отстояли. Во время войны мы еще раз доказали, что мы любим свою родину. Но ведь любовь к родине не только земля. Хотя и это тоже важно. Любовь к родному языку тоже так же. Вот надо прививать и защищать, иначе она будет половинчатой. Если бы наш народ почувствовал, что это очень нужный и очень большой фактор для самосохранения, он бы все сделал. Он бы опять же объединился в такой мощный кулак, что мы преодолели бы и эту слабость тоже. Всегда есть перспективы, но нужно очень сильно потрудиться, очень серьезно потрудиться и серьезно потратиться. Вот это очень серьезные же вливания нужны в изучение языка. Это огромное количество практических пособий, наглядных материалов и так далее. Я знаю, фонд это делает, и многие это делают. Все равно недостаточно. Вот этого все равно и всегда, наверное, по крайней мере, долгое время, этого будет не хватать. Надо насытить наше общество вот этими материалами. Человек, который уже находится в элитной части общества по своей работе, по своему призванию, он должен быть билингвистом. Это наша действительность. От нее никуда не денешься. Настоящий абхазский интеллигент должен знать равноценно и свой родной язык, и русский язык. Поскольку у нас с русским языком проблем либо нет, либо почти нет, значит, все наше внимание, все наши ресурсы, в том числе финансовые, мы должны направить на изучение, на полноценное изучение абхазского языка. Кроме этого, у нас курортная сфера. Здесь главным языком экономики является русский язык. Совершенно очевидно. В общем, надо все это хорошо проанализировать, научным образом, и найти какую-то золотую середину. Знание русского языка и хорошее знание своего родного языка. Наш путь – это путь активного билингвизма, активного двуязычия. То есть знание обеих языков на одном уровне. Двуязычие – это обязательно. Но это двуязычие необходимо, но оно в то же время и опасно, в каком отношении. Вот приоритет, если будет одному из них, тогда, естественно, другой язык будет постепенно затухать. Вот этого нужно бояться. Русскому языку в Абхазии ничего не угрожает. Спасать надо абхазский государственный язык, который действительно находится в тяжелейшем состоянии. Юрий Воронов. Учитывая темп исчезновения языков в мире на фоне всеусиливающейся глобализации, мы должны передать абхазский язык детям, язык наших предков, чтобы не прервалась нить, связывающая прошлое с настоящим. Каковы же в этом плане перспективы? Я об этом тоже часто думаю. Есть ли перспективы для абхазского языка в будущем? Я считаю, они есть. И я оптимистично очень смотрю на будущее. Я часто общаюсь со студентами и вижу молодых людей, их стремление. Они стремятся его выучить, они хотят знать свой родной язык. Я бы не сказала, что наша вся молодежь, она такая инертная, не любит свой язык. Нет, они большие патриоты. Я рада за них, потому что я вижу на уроках, как они сопоставляют историю с литературой, с другими предметами. Они выражают свою мысль на родном языке. Язык в совершенстве в любом, кстати, народе, до конца никто не знает. Потому что он кладезь, как говорится, неистякаемый. Неистякаемый кладезь, но надо приближаться к совершенству. В институте была недавняя конференция, девочка из Турции, два года назад приехала, трапщик, на по-абхазски не говорила уже за 20-22 года. Она по археологии, кстати, сделала прекрасный доклад на абхазском языке. А почему? Потому что в Гублырову, что у нее любовь была к своему народу, к своему языку. Я считаю, что откладывать, скажем, на какие-то годы, что это потом, через три года, там пять лет, десять лет и так далее, язык не ждет, и язык идет к исчезновению. И поэтому всячески там, где это возможно, надо стараться сохранять язык. И поэтому все, что происходит в президентской администрации, в кабинете министров, вот начиная оттуда, в городских администрациях, в сельских администрациях, и переписка должна идти на абхазском языке, и выступать тоже, и принимать высоких гостей тоже. Раз мы уже утвердились, нас Россия признала, мы хотим остаться самостоятельным государством, у нас очень много проблем, но эти проблемы, проблемы языка никто, кроме нас, не решит. Ничего сложного в этом нет. Это надо начать немножко открывать, просыпаться, понимать, кто ты в этом мире. Мир очень сейчас глобализирован, очень смешан. Но если все краски смешать, получается грязь. А если их вот построить красивую, как мозаику, это будет красивый витраж, красивый рисунок. Вот ты должен знать, что ты тоже очень важный компонент в этом рисунке. Вот твой цвет никто не восстановит, не заменит. Я думаю, что есть у нас шанс, может быть, единственный. Нельзя, не хочу говорить последний, но есть у нас шанс, и мы должны воспользоваться. Еще очень долго в нашей стране будут люди, которые не идеально будут говорить на абхазском языке. Если бы англичане высмеивали всех, кто говорит с ошибками на английском языке, они бы так победоносно по всей планете не прошли со своим языком. Без поддержки, без понимания, без некоторой снисходительности и терпимости друг к другу мы эту проблему не решим. Но мы должны знать, что этот период пройдет. И если опять он вернется в наши семьи, абхазский язык, если это станет опять языком, как и в селах, первым языком, через который ребенок начинает познавать мир, то будущее, можно сказать, очень так оптимистично. Все наши респонденты уверены в том, что нужно создавать новую государственную программу по развитию абхазского языка и строго следить за ее исполнением. 20 лет прошло с тех пор, как закончилась грузино-абхазская война. Абхазия – свободное и независимое государство. Никто и ничто не мешает нам сегодня развивать, возрождать свой родной абхазский язык. Абхазия – свободное и независимое государство. Абхазия – свободное и независимое государство. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!